Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В предыдущем видео мы с тобой рассматривали тему управления глагола в немецком языке без предлогов. Если ты его еще не видел, то ссылка закреплена вверху. Сегодня мы разберем с тобой управление глагола в немецком языке с предлогами. В русском языке мы говорим «я думаю о ком-то, о чем-то, он надеется на что-то, на кого-то». Но когда мы сталкиваемся с проблемой и хотим сказать это на немецком языке, то возникает вопрос, какой предлог употреблять с глаголом ich denke? Ich denke an, für, um, gegen, oder er hofft und надеется? Er hofft an, über, gegen, um. В немецком языке нет какого-то строгого правила, которое говорит нам, что после определенного глагола идет такой-то вот предлог, поэтому глагол предлог и падеж нужно заучивать вместе. Но в немецком языке есть строгое правило, которое гласит нам, что после определенных предлогов идет строгий падеж. Есть группа предлогов, после которых всегда идет акузатив, и это правило нам облегчает усвоение темы управления глаголов с предлогами. Предлоги, которые требуют после себя акузатив. Doch, bis, für, ohne, gegen, um. Также есть группа предлогов, которые после себя всегда требуют датив. Zeit, bei, mit, nach, aus, von. Также есть третья группа предлогов, которая смешанная и может после себя требовать и акузатив, и датив. Все зависит от того, какой ставим мы вопрос, какой вопрос мы задаем. Wohin, и после которого будет идти акузатив, или wo, где, после которого будет идти датив. Какие же это предлоги? Это hinter neben vor über ihn an auf. В немецком языке существует большое количество глаголов с определенными предлогами, и зачастую, переводя их на русский язык, предлоги при переводе не совпадают, даже, я бы сказала, очень часто не совпадают. Например, возьмем глагол warten. В русском языке данный глагол не требует после себя предлога, и мы говорим, мы ждем кого-то. Но в немецком языке данный глагол требует после себя предлог auf плюс акузатив. Ich farte auf den Bus. Я жду автобуса. Или ich farte auf dich. Возьмем еще один пример. Sich interessieren für etwas akkusativ. Чем-то интересоваться. Мы употребляем данный глагол в русском языке без предлога в творительном падеже. Но в немецком языке мы используем предлог für плюс акузатив, который зачастую предлог für переводится на русский язык для за. Еще одна особенность данных глаголов заключается в том, что один и тот же глагол может употребляться с различными предлогами, меняя значение глагола. Например, возьмем глагол arbeiten. Если мы используем глагол arbeiten с предлогом an плюс акузатив, это означает, что мы работаем над чем-то, над каким-то проектом. Er arbeitet an seine Doktorarbeit. Он работает над своей докторской. Если мы возьмем глагол arbeiten и добавим к нему предлог in плюс акузатив, это означает работать в каком-то учреждении, районе, стране, городе. Die arbeitet in einer Bank. Она работает в каком-то банке. Если мы добавим глаголу arbeiten предлог bei плюс акузатив, это будет означать следующее работать на какой-то фирме или у каких-то людей. Die arbeitet bei einer deutschen Firma. Она работает на какой-то немецкой фирме. Возьмем для разбора еще один глагол denken и попробуем подобавлять различные предлоги и посмотрим, как меняется значение глагола. Denken an плюс акузатив означает думать о человеке, то есть скучать. Er denkt an seine Frau. Он скучает о своей жене. Denken über плюс акузатив означает думать, размышлять о ситуации, о какой-то вещи. Например, sie denkt über die klimasituation in der Welt. Она размышляет о климатической ситуации в мире. Или глагол вы nachdenken über плюс акузатив означает размышлять. Anna denkt über das Leben nach. Она размышляет о жизни. Важно отметить, что глаголы с предлогами и глаголы с приставками это две разные грамматические темы, но новички в изучении немецкого языка часто путают эти понятия. Да, большинство приставок, образованные от предлогов и визуально ничем не отличается, но их значения кардинально разные. Чтобы в этом убедиться, предлагаю разобрать два примера. Gemen dem nach etwas fragen спрашивать кого-то что-то. Ich frage ihm nach dem Weg nach Hause. Я спрашиваю у него путь к дому. Или глагол nachfragen с отделяемой приставкой nach, который имеет значение переспрашивать. Er fragt mich nach. Он меня переспрашивает. В первом случае nach у нас выступает предлогом, который идет после глагола и требует после себя дати. Во втором случае nach у нас это отделяемая приставка, которая уходит в конец предложения. Еще одна особенность глаголов с предлогами это образование вопросительных предложений. Образование вопросительных предложений от глаголов с предлогами зависит от того, задаемый вопрос о неодушевленном или об одушевленном предмете. Если мы хотим задать вопрос к неодушевленному предмету, то мы используем следующую конструкцию. Во плюс эх плюс предлог плюс глагол. Эр это согласное, которое служит связкой для предлога, который начинается на согласное. Например, worauf, на чем? Вораус, из чего? Ворюба, о чем? Ворюба denkst du? О чем ты думаешь? Ворauf sitzt du? На чем ты сидишь? Если предлог начинается согласно, то данная соединительная буква эх нам не нужна. Например, Во нах, во мит, во фон. Например, Во фон троймс du? О чем ты мечтаешь? Или, во мит фэст du? На чем ты едешь? Я еду на автобусе. Если мы задаем вопрос одушевленному лицу, то мы используем следующую конструкцию. Предлог плюс вопросительное слово вейн или вейм и плюс глагол. Например, Auf wen wartest du? Кого ты ждешь? Ich warte auf meine Mutter. Я жду свою маму. Или, Wen hufst du an? Кому ты звонишь? Ich rufe meine Mutter an. Я звоню своей маме. Как строится повествовательное предложение от глаголов с предлогами? Например, Ich spreche darüber. Я говорю об этом. Или, Hier steht ein Stuhl. Где стоит стул? Я сижу на нем. Ich sitze da auf. Я сижу на нем. Как видите из этих двух примеров, если мы строим повествовательное предложение о неодушевленных предметах и хотим их заменить словами об этом, на нем, как в данном случае со стулом, то мы используем следующую конструкцию. Da плюс er плюс предлог. Снова здесь мы употребляем букву er с теми предлогами, которые начинаются на гласную букву. Da haufe, da haufe, da haufe, da hin, da rüewe. Если предлог начинается на согласную, то соединительная буква er нам не нужна. Например, Da von, da mit. Данное правило, данная конструкция действует лишь в том случае, если речь идет о неживых существах. Например, Wofür interessierst du dich? Чем ты интересуешься? Ich interessiere mich dafür. Я интересуюсь этим. То есть мы видим, что вместо Für was мы используем Wo für, а вместо конструкции Für das мы используем Da für. Но в разговоре о лицах данная особенность глаголов не проявляется. Например, Für wen interessierst du dich? Кем ты интересуешься? Имеется в виду какое-то живое существо. Ich interessiere mich für ihn. Я интересуюсь им. Также хочу обратить ваше внимание на такое слово, как Einander, которое означает Друг с другом. И если мы хотим употребить глагол с предлогом плюс этим словом Einander, то предлог будет присоединяться к этому слову. Например, Wir denken an einander Мы думаем о друг друге Или Wir sprechen mit einander Мы говорим друг с другом Как и обещала, хочу с вами поделиться секретом, как быстрее и эффективнее выучить глаголы с предлогами. Все глаголы с предлогами можно поделить на следующие группы. Глаголы с предлогом mit, глаголы с предлогом aus, глаголы с предлогом von, то есть сделать первую группу глаголов с предлогами, после которых идет всегда датив, и разделить их по предлогам, и также сделать списки глаголов с предлогами, и разбить их на отдельные предлоги, после которых идет акузатив. Ведь действительно, глаголов с предлогами в немецком языке очень большое количество, и в них очень легко запутнится. Но данная система поможет вам систематизировать глаголы, и прийти к вашему результату. Я немного упростила вам задачу и собрала уже самые употребляемые глаголы по группам. Данные глаголы вы можете скачать внизу в описании под видео. Также дополнительно я подготовила для вас упражнения для закрепления данной темы. Я надеюсь, что тебе удалось хоть немного разобраться с данной темой. Если данное видео было для тебя полезным, не забывай ставить лайк, если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайся, и жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее. Ich wünsche dir viel Erfolg! Bis bald! Tschüss! Субтитры сделал DimaTorzok